Эй, всем привет! Сегодня воскресенье! Сегодня мы со всеми увидимся прямо здесь, прямо сейчас. И я со всеми буду здороваться, пока Вадик делает кофе. Вот. Как у вас дела? Кто уже посмотрел собрание церкви? Привет, Андрей! Привет, Окс! Дай пять! Привет, Катюха! Привет, привет, привет всем! Я кого знаю, называю. Привет, Люба! Люба, с днём рождения! Если вы видели сегодня девушку, которая играла на барабанах, Люба, мы тебя все поздравляем и все любим! Аня, Витя, круто-круто! Привет из Башкирии, привет из Москвы! Круто, что вы с нами! Ой, как здорово выйти в фойе! Всем привет! Сори, я делал кофе, мы только уложили детей. Спать ей отправили гулять. Сегодня, по-моему, собрание детское было настолько яркое и классное, что у нас дочь старшая просто заснула сама на диване. Друзья, это секрет, секрет хорошего дня. Покажите вашим детям. Это просто благодать! Короче, ребёнок только что пять минут до эфира сам отрубился. Мы просто заметили, стало очень тихо, и мы заметили, что он спит. А поглядите ещё, я что-то мне мало места. Чуть-чуть назад. Мы рассчитываем, не рассчитываем. Да! Круто! Прилетим на служение, кто-то прилетит на служение. О, прилетайте, прилетайте все, как только собрали, начнутся. В общем, у нас за последнее время было несколько эфиров. Ну, как, на самом деле, много за последний месяц. И я не знаю, прав ли я, но сегодня, друзья, 30-й день самоизоляции. По крайней мере, в Москве. Ну, да, в Москве так точно. 30-й день самоизоляции. И все же кофе. И шестая неделя, когда мы делали онлайн-собрание. Вот так вот. Ох! В общем, мы хотим сегодня, не рассказывая, что-то сами, мы хотели бы подключить несколько человек к этой трансляции и задать им вопросы, в общем, а не отвечать самим на вопросы. Как вам идея? Да. Хороший кофе. Прилетайте в Уфу. Ты был в Уфе? Я был в Уфе. Уфе, большой привет. Несколько раз, по-моему, даже. Так, сейчас мы тут будем разбираться, как подключать людей. Давай, тебе палец подключай. Подожди, подожди, все нормально. Так, кого мы сначала? Подключим Катю. Давай, Катя. Давай, Катя, попробуем. Начнем с Кати, в общем. Так. Привет! 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 Здравствуйте, звуки есть, ура! Ой, меня отрезала голубая шея. Вот так лучше, наверное. Все нормально. Я сегодня понял, что Бог меня, ну, как будто, вот, я не знаю, это благословил или, или, вот, как будто наказал, что я сам слушаю свои проповеди. Это как поклоняться, когда ты ведешь прославление, так он на себя смотрит. Реально, это непросто, вот, честно. Это очень сложно. Честно. И мне Эмма подходит и говорит, пап, у тебя такая же футболка, как у этого дяди. Типа, это дядя, это твой папа. Это его брат. В общем, да, мы говорим по-английски, но сейчас говорим по-русски. Я свалю. Yes. В общем, Кать, пару вопросов тебе. Ну, ты готовилась отвечать на них, поэтому не переживай. Я даже не готовилась. Ипровизация мы можем. Давай, давай. Да, да, да. Я люблю ипровизацию. В общем, Катюха, одна вещь, которая тебе запомнилась больше всего с собранием. Быстро. С этого собрания? Ну, конечно, с этого. Или ты его не смотрела? Ну, вообще, я была очень рада Колбини видеть на экране. Любу Колбину. Круто. Круто. Колбини одна вещь, которая запомнилась в собрании. Классно. Одна вещь, за которую ты благодарна Богу вот в этот период самоизоляции. Ну, я благодарна за работу, которая у меня есть. И она активная, реально. Я, ну, не перестаю Бога благодарить за то, что у меня есть работа, и я ее люблю. Круто. Круто. Да, это хорошо. Одна вещь, которую ты начала делать в этот период, которую не делала раньше. Ну, заниматься спортом именно дома. Я никогда дома это не делала. Да ладно? Дела на улице. Кстати, я из-за этой самоизоляции не пробежал марафон. А потом, это такая новость громкая была, что кто-то там пробежал марафон вокруг кровати. В Китае кто-то пробежал марафон вокруг кровати, да? Да. Хорошо. О, кстати, я слышала такую идею, по-моему, в инстаграме у Айжан, что можно бегать по лестничным клеткам дома. Ну, то есть, ты же находишься дома. Если многоэтажный дом, ты можешь туда-сюда бегать. По ступенькам просто. Да, 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 километра. Ну, давай, Катюк, короче, ты пробуешь, и потом нам говоришь, как это. Ладно. Хорошо, дальше. Одна вещь, которую ты хотела бы оставить в церкви, в нашей, когда закончится самоизоляция. Еще раз, оставить в церкви? Да, одна вещь, которую ты хотела бы, чтобы в церкви вот осталась. То есть, церковь сейчас поменяла формат полностью вообще всего, что мы делаем. Вот что одно было бы круто оставить? Прямые эфиры. Прямые эфиры. Классно. И одна вещь, которую ты можешь сказать всем людям, которые нас слушают. И смотрят. Одна вещь. Я думала, ты петь будешь? Можешь петь. Не знаю, из какого разряда? Тяжелая артиллерия. Что-то тяжеленькое, скажи, пожалуйста. Такое, чтобы пригрузило всех, реально. Духовное? Ну, негативное, что ли. Кстати, у нас в следующем воскресенье будет новая песня. Ну, смотри, нас смотрят несколько человек, ну, 50 чем-то человек сейчас, и, возможно, будет еще потом смотреть там в Ютьюбе. Вот что бы ты могла сказать одно что-то сегодня? Хорошо. Я, на самом деле, можно я духовное скажу? Только у тебя секунд 15, давай, конечно. Тогда я не успею. Ладно, давай, говори, говори. Я тогда просто всем посоветую, что я открыла для себя попкорн дома, это тоже круто. Кого? Попкорн. Попкорн? Да, именно в микроволновке готовить, конечно. Ну, раньше духовное. Это духовное? Это духовное, да. А ты его во время собрания смотришь? Я в первый секунд не успею, поэтому попкорн. То что такое? Ты его смотришь во время собрания? Нет. Я говорю, что можно дома готовить попкорн. Попкорн открыла дома. Попкорн готовила. Мы это делали и раньше. Ну, вот я для себя это недавно взяла заметочку. Какие планы на день, Катю? На день? Куда пойдешь? В кухню. Ладно. Классного дня на кухне. В общем, рады были с тобой увидеться. Все, давай, пока. Пока-пока. Скучай по всем. Вот и все. Вот мы научились удалять людей из трансляции. И следующий. Давай Аня улич. Да. Дима и Аня. Дима, Аня. Кто знает Диму, Аню? Элина и Алиса. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Как ваши дети? Спят? Нет, не спят уже давно. Они такие тихие. Они просто связаны. Покажите их, они целы? Они спрятались. Они просто в коробке. Наша представитель Эмма просто после детского собрания уснула на диване. Они видели это видео. Вдруг не видели. Ну, давай не будем всем повторять. Да, до сих пор спит. Классно. В общем, когда она проснется, вы точно услышите. Дима, Аня. В общем, хотим вам задать те же вопросы, которые Кате. В самом деле. Я не знаю, вы их помните или нет. Но начнем с одной вещи, которая вам запомнила собрание больше всего. Ну, как мы делали с Элиной. А, на этом? Да. На этом, когда ты что-то сказал, я не помню. Ты говоришь, я слышал. Да, мы тут, мы тут. Что-что? Мы тут, мы тут, все хорошо. Вы меня не услышали, да? Нет. Нет, еще раз повтори. Мне запомнилось то, что когда Вадик произнес какую-то фразу, я сказала «Аминь». И он сказал, я сейчас слышал, что кто-то сказал «Аминь». Это было ты, я тебя услышал реально. Через окна. Аминь. Круто. Слава Богу, это сработало. Одна вещь, за которую вы благодарны Богу вот в период самоизоляции? За то, что жена хорошо готовит. Так, 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 не подсказывай, Диме. Может быть, что у нас Ариша у бабушки? Да. Настоящие родители. Круто. Нет, это классная благодарность. Я думаю, это благодарность достойна. Ну, чего у бабушки, младшая дочь? Средняя. А, средняя. А, какая? Короче, одна из троих. Это важно. 30% дочерей у бабушки как бы. 30-30. Да, это круто. Все родители, я думаю, сейчас поаплодировали и сердечки сделали. Хорошо, одна вещь, которую вы, возможно, начали делать вот в этот период, когда все по домам. Есть ли что-то такое? Я начала английский изучать. Вау! Еее, круто, круто. Это классная идея. Одна вещь, которую вы хотели бы оставить в церкви после, когда вернемся к нормальной жизни? Видео. Аминь. И одна вещь, которую вы можете сказать всем, кто нас сейчас слушает? Больше созванивайтесь друг с другом, как это делаем мы. Круто. Зум рулит. Да. Круто. Тоже духовная вещь. Спасибо большое. Были рады очень у вас увидеть. Короче, мы будем двигаться дальше. Да, да. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Пока. Так, кого мы добавим дальше? Да. Кого мы добавим дальше? Давай тоже духовных людей, которые любят раздавать духовные советы. Угадайте, кто? Угадайте, кто? А и Нью. А как вы так быстро переоделись? Вы же только что были в другой одежде. Мы, да. Мать, я тебе после эфира расскажу секретик. Я забрал кепку у жены, да, теперь... Точнее, не забрал, а вернул себе своё. Классно. Когда вы... Вот команда прославления, в принципе, одна из первых команд, которые обычно приходят на подготовку собраний в обычное время. Когда вы встаёте обычно в воскресенье, например, сегодня? Сегодня мы встаём, конечно, не так рано, но всё равно чуть пораньше, чтобы... Ладно, короче, сначала, в начале карантина мы вставали часов, наверное, в 10. Спустя неделю мы вставали часов в 9. Это уже шестая неделя, то есть посчитать можно в 4 утра должны. Ну, по-хорошему, да, но Андрей встаёт теперь в 7.30, у меня будет 8. Типа, вставай, завтрак сам не приготовиться! Понятно. Но вы успели завтрак сделать на собрании? Да. Один раз, честно признаемся, мы не успели немного покушать до собрания, и у нас еда была прямо во время собрания, и так было неловко, если честно. Чего? Перед своим собой есть? Не, ну просто как бы собрание поклонения, у нас там дети хрустят, там ням-ням-ням, причастие. Это было на страстную пятницу. Ух! Ладно, давайте вам те же вопросы. Одна вещь, которая больше всего запомнилась после этого собрания. Одна вещь после собрания, это хорошо, что собрание закончилось. Сори, нас было не видно, мы немножко повернёмся. О, да-да-да, так лучше. О-о-о, давайте заново. Привет, Андрей Юля! У Андрея был план показать Москву, но она не удалась. Москву показали, только вы были в тени, да? Не многие просто её видят сейчас, да, сидя дома, поэтому... Так, ну что, одна вещь. Хорошо, одна вещь с собрания. Вот на всём собрании что-то одно, что вам запомнилось? Нам запомнилось, как краска стекала вот эта вот разноцветная, и Аня сказала, что она из Сиднея, ну, то есть австралийская, типа, она в друг другую сторону течёт. Ну, есть такая шутка, что в Австралии идёт одна, что ли. В общем, она текает у нас в другую сторону, да. Очень красивый состав. Ещё мысль из моей проповеди, что, ну, ключевая, наверное, такая, если обобщить, что самоизоляция — это не только по поводу... Ну, как и себя. Самих себя. Самих себя. Да, Винь. Матит мотать. Вы, так знаете, вроде бы себя показываете, уже всю квартиру показали, короче. Все заколки. Хорошо, одна вещь, за которую вы благодарны Богу, вот, ну, за последний месяц. Мы благодарны за то, что мы очень много времени проводим вместе. Круто. Я хотела. И тут пошли сердечки. Нет, это от вас двоих, всё нормально. Круто. Да, уже 30 дней, и у нас нет какой-то усталости друг от друга. Потому что мы раньше вспоминали, что, когда мы ездили в отпуск, мы, типа, там, вот, две недели, там, или полторы вместе, и такие, ну, как бы, деваться некуда. А тут мы понимаем, что уже месяц, и, в принципе, то есть... Две недели, и Андрюха доставал том «Войны и мира», и такой, ну, что, давай считать теперь. Слушайте, но я один раз, когда мы поругались, ушла в машину. Да. Было как-то. О-о-о-о-о. Слава, я не включила музыку. А куда ещё идти? За 10 минут. Не носку пей, как же сейчас. Честно, признаемся, у нас тоже было не всё гладко за эти 30 дней. Нет, всё правильно. Вот, но об этом в следующую пятницу. Хорошо, одна вещь, которую вы хотели бы, чтобы церковь продолжила делать после карантина, вот самоизоляции и всего такого. Нам нравится, что мы смотрим много интервью, ну, будем смотреть сегодня, вот там одно было, например. Хотелось бы, чтобы как можно больше было вот из жизни людей, просто в церкви, тех, кто там живёт там какой-то жизнью, ну, в плане не медийной особо. То есть вот разных часто видно, ещё кого-то часто видно, чтобы вот можно... Да, круто. Всех остальных. И ещё, мне кажется, надо оставить встречи максимально онлайн. Не собрание онлайн, а вот встречи можно продолжить делать онлайн. Да, 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 сто процентов. Это же прекрасно вообще. Я тоже так думаю, если честно. Вот, а по поводу того, что ты, Андрей, сказал, сегодня это, да, была такая пробная... Пробничек, да, будем добавлять всё больше. Хорошо, а одна вещь, которую вы начали, возможно, делать вот за эти 30 дней, чего не делали ранее? Давайте, зарядку. Зарядку мы делали раньше. Зарядку мы делали, но мы не делали её с гантелями. О, Юль, а покажи пример. Это Андрюша может там... Давай, 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 Юль, покажи, покажи пример вот чего-то из зарядки. Давай, мы тоже будем. Так, а вы сделаете планку. Сейчас. Вот. Планку, давай, я буду держать, а ты планку. Не-не-не, планку, что я сделаю? Планку, планку, давай, лазуйся. Лазуйся. Планку. Ну, можно... А, вот это. И что, так стоять просто? Ваник, потом вот так. Оп, оп. Топай. О, Юль. Так, наоборот, давай, я держу камеру, а ты иди и планку делай. Всё, хватит. Я делаю. Ладно, хорошо, короче, нужно сделать отдельный пир. Мы купили классные гантели, такие прям, которые меняют. Розовые? Блинчики. Как это называется? Про блины не надо говорить, а то я опять захочу блинов и будешь жарить. Кстати, блины, это вообще тема во время самоизоляции. Хорошо, и одна вещь, которую вы могли бы сказать всем людям, которые нас слушают сейчас. Не ешьте после семи. Готовь. Дай пять, ты тоже так решила делать. Я не ем после пяти. Да, Аня взяла челлендж специальный. У меня новый режим. Но, как бы, чтобы семья не страдала, я ем за Аню после семи. Он ест за двоих. Да. На связи. Да, классно. Спасибо большое. Да, да. Круто. Спасибо вам большое, были рады вас видеть. Пока. Пока-пока. Так. И еще кто? И еще кто. У тебя неплохо вышло на планку. Просто надо... Да, да, да. Так, а теперь, ребята... Короче, мы вас сейчас познакомим с одной семьей из Санкт-Петербурга. Их зовут Витя и Диана. Вот они. Здравствуйте. Привет. О, мы рады вас видеть. Я вдохновилась, идея не есть после шести. А я против. Это я считаю. Конечно, это идея. Мы можем нашу схему тоже использовать. Он ест, я не ем. Я ем, да, сколько я хочу. В общем, я не ем ночью. Ну, вот реально, там где-то с двух ночи до шести утра. Да, согласен. Это очень полезно для здоровья, мне кажется. Да, да, да. В общем, друзья, вы же тоже смотрели собрание? Да. Одна вещь, которая вам запомнилась с этого собрания больше всего? Давайте. В Петербурге. Какая там была? В Петербурге залетела мысль насчет того, что христианство это не по поводу нас, а по поводу всех остальных. Реально. Просто я сидел, и у меня такие флешбеки, я понимаю, что все, чем я думаю, о чем мы общаемся, это вот мы, это наши обстоятельства, как мы себя чувствуем, какие у нас отношения с Богом, знаешь. И вот такое реальное ощущение, что наше христианство, оно все по поводу нас. Я такой понимаю, да, что-то здесь надо поправить. Поэтому то, что ты сказала, на самом деле, очень так было в тему. Вот, об этом сейчас стоит подумать, прям очень круто. Круто, круто. Ну да, то же самое. Без ожидания. А еще вокруг тебя, я не знаю, на видео, там, короче, летали... Летало... Летало... И мы такие, о, ангелы. Ангелы, ангелы, перья, ангелы. Короче, я вам рассказываю секрет. Летало пыль. Мы только во время самого собрания мы поняли, что летало пыль. Потому что для того, чтобы снять в том углу видео, нужно было передвинуть всю мебель в комнате. И когда мы отодвинули мебель, там была пыль. И как бы мы ее где-то, ну, вытерли, а где-то нет. В общем, вот такой вот... Она просолитавра. Бэкстейдж, да. Красиво смотрит. Я не знала, что на камере айфона может быть пыль, как, знаете, в аватаре. Да, да, да. Да тут ты рассказала и про пыль, и про айфон. В общем, ладно. Давайте дальше. Все секреты раскрыты. Одна вещь, которой мы благодарны Богу вот в этот период, за последние 30 дней. Ну, я благодарна, что меня есть Витя на самом деле. Потому что, если бы я была одна, было бы очень грустно. Именно за эти 30 дней благодарна за Витю. Ну, да. Если бы я была, ну, например, не было у меня мужа, я бы была одна пустая квартира, это было бы очень печально. Понятно. Интереснее, веселее. Слушай, а ты же стрижешь. Ты Витю стрижешь? А, да. И не стрижет. Вот видишь, сейчас не стрижет. Да, и не стрижет. Я, в общем, самым последовательным. Я, я, это, я не стригу никого. Я один раз постригла. Один раз в жизни, слушайте, Аня меня постригла. Диана, тебе интересная история. Это мы же встречались. В общем, да, мы... Ну, ты прям все тайны рассказываешь. Ну, как бы, стричь во время... Детали важные. Короче, все, кто встречается, пожалуйста, не делайте этого. Это просто жуть. Короче, Аня меня постригла. А потом долго не встречалась с тобой, да? Не то, чтобы, знаете, денег не было пойти пострижься, а вот такая вот, ну, фишка. Давай я тебя постригу. Ну, давай. Это романтика. Мы подумали. Короче, романтика закончилась следующим. Я прихожу на какую-то встречу с парнями, и мне такие парни, «О, Вадик, а где ты постригся, чтобы мы туда ни в коем случае не пошли?» Я вам говорю, эта прическа просто была, ну, я не знаю, это трактористка. Знаешь, есть в жизни... Нет, сейчас вообще это можно. Есть в жизни просто вещи, которые надо попробовать один глаз, и все, как бы, больше не стоит. Да, 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 но у нас хорошие отношения, и Аня очень классно готовит. У нас, если что, есть машинка для стрифти, да? Ну да, на всякий случай. Хорошо, одна вещь, которую вы, возможно, начали делать в период самоизоляции, вот за последний месяц, то, чего вы не делали раньше. Ну, я сделала первые булочки Синнабон в своей жизни. И зарядку начала нормально делать каждый день. Слушай, все зарядку делают, мы, короче, не делаем. Нам нужно реально... Я не делаю тоже. Я не делаю, можно не начать. Ем после двух ночей и не делай. Я не знаю, мне как-то сложно сказать. Аня, самое время ударить ва... Нет, он это не написал, он это не написал. Ладно, одна вещь, которую вы хотели бы оставить в жизни церкви после самоизоляции, когда мы вернемся... Ну, наверное, мы вернемся когда-то к обычной жизни. Мы надеемся, да, на это. Мне кажется, вот, ну, запись служения, да, видео, вот этот вот материал в плане медиа, это прям вообще must-have вот в этом веке, в котором мы живем. И было бы круто, если мы будем все это продолжать в каком-то виде, вот, потому что, ну, масштаб, наверное, людей, которые можно охватить не просто, типа, локально, а глобально, он намного больше, если мы будем продолжать это делать. Поэтому, мне кажется, круто. Да, аминь, согласны. Одна вещь, которую вы можете сказать всем, кто нас слушает? Можно, наконец, духовной... Давай, давай. Я думала, что сейчас кажется... Тихо, 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 тихо. У нас во время проповеди... У нас во время проповеди... Сейчас видишь, что уже нас три человека смотрят, все. У нас во время проповеди родилась, ну, как не родилась, и вспомнилась мысль очень крутая. Ты эту хочешь мысль сказать? Наверное. Вообще, это очень крутое время, мы наслаждаемся реально карантином, всеми этими вещами, потому что для нас, знаешь, такое сейчас время возвращения к истокам в плане отношений с Богом, в плане молитвы, близости с Ним. И вот, как бы, очень актуальна вот эта притча там про дев, да, тех, у кого было масло в светильниках, и вот это крутое-крутое время, чтобы собирать вот это масло, собирать откровения, строить свою историю с Богом, чтобы это все Бог использовал сейчас и еще больше потом, знаешь, когда мы выйдем, как бы, за стены наших квартир, домов, чтобы вот эта вот история, то, что мы построим сейчас, оно прям бомбило-бомбило, потому что, я уверен, это очень уникальная возможность для всех нас сейчас в этом. Вау, круто! Спасибо большое! Маленькая ремарка к тому, что сказал Витя. Маленькая притча о десяти девах относится также к парням. Да, кстати, нужно еще один момент, который вот мне залетел с проповеди, и мне прям вообще это понравилось. Я вот смотрел на тебя, и вот было ощущение, что ты устал, знаешь, как бы, ну, то есть, ну, не знаю, это взгляд, да, это еще что-то, ну, как бы, есть такое но, и, ну, как бы, там, судя по, там, ребятам с командой, то есть, много сейчас людей вкладывают время свое, и они реально сейчас устали, знаешь, и немножко вот такой момент, когда мы заканчиваемся как люди. Но, с другой стороны, вот этот момент, когда человек заканчивается и начинает через человека говорить не просто, типа, его харизма, его, там, знания, наработки, но вот, знаешь, в немощи, типа, Бог просто начинает говорить. Вот то, о чем ты говорил, оно очень сильно, как бы, мне залетело в том числе, потому что я вижу, что Бадик заканчивается, и он просто, типа, такой, окей, Бог, типа, давай. И это настолько круто. Бадик заканчивается, пыль летает. Да, да. И мне кажется, что, вот, ну, не знаю, как-то, может быть, ободрить людей в том плане, что если, там, мы устали, если наши силы заканчиваются, это очень круто, потому что это тот момент, где Бог уходит, типа, на сцену и такой, окей, ребят, теперь я могу полностью использовать вас и делать то, что я хочу. Круто, Витя, ты меня ободрил, на самом деле, потому что, я скажу, это собрание, это шестое собрание, которое мы писали онлайн, было, ну, одно из таких сложных достаточно. Да. Вот, оно просто как-то зависит из-за... Ну, в общем, людям легче всегда проповедовать, я очень жду, когда мы увидимся все в реальной жизни. Вот, но на самом деле очень классно с вами повидаться, и прям, ну, это очень круто, что у нас сейчас есть возможность, то есть, допустим, те, кто живут в одном городе, там, созвониться, это что-то одно, но когда мы в разных городах, мы все равно можем вот так вот общаться, как будто мы друг перед другом, это очень круто. Вот, поэтому, да, все эти вещи, которые все говорили, и вы говорили, сделаем все возможное, чтобы оставить церковь после. Да, мы исчезли, это у меня срабатывает будильник. Да, мы завели будильник на 12 часов, и он срабатывает каждый день. То есть, обычно воскресенье примерно в 12.30, да, встаете? Да, 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 вот мы только что встали. Не тот будильник для молитвы. Ладно, хорошо, спасибо, 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 что подключились, в общем, классного воскресенья вам. Хорошего дня. Пока-пока, с Богом. Так. Ну что, мы остались. Все. Кто-то написал, очень красивая семья из Питера, ну, конечно. Да, оттенец. А давай почитаем, что люди написали. В общем, кто-то думает, что все скоро закончится, мы были бы очень рады. Все скоро закончится. Там был где-то комментарий, самое время ударить, удалить или удалить? Дай. Удалить меня нельзя. Он уже заканчивается, поэтому... У Витин комментариев вообще всем женщинам повезло, у кого есть Витя. Отличный комментарий. Оля пишет, что пыль светилась, как звездочки. О, спасибо, так мило. На самом деле, такое ободрение. Думаешь, пыль, вроде бы пыль. Вроде бы, знаете, кусочки людей летают. Пора и нам отключаться, да? Думаю, да, скоро уже. Пух, пыль, Лукашевичи привет. В общем... А, ну просто всем не дают приятно. Кстати, говорят же пыль в глаза. Вот реально у нас пыль в глаза людям летела в это воскресенье, понимаешь? Ну, это негативная фраза. Я понимаю, но это не образно. Пыль в глаза, это когда ты что-то вот просто говоришь. Я знаю, что это означает. Вот. Но как бы у нас она физически... Кофе я хороший тебе сделал. Отличный кофе, кстати. Вадик, я самый лучший кофе. Да. Я учусь по воскресеньям и кофе в кафе. Да. Все равно скучно. В общем, друзья, мы всех очень рады... Хотелось бы сказать, видеть. Да. Вот. В следующий раз, я думаю, мы подключим еще кого-то. Да. Сто процентов. Вот. И давайте созваниваться, в самом деле, друг с другом. Давайте смотреть на этот период, как на время, которое Бог дал нам, как церкви, чтобы мы использовали его ради и ради того, чтобы имя, его имя, Иисуса Христа, было прославлено здесь, на земле. Аминь. Во всех городах, откуда бы вы нас не смотрели сейчас. Любим вас. Будьте благословены. Всем отличного воскресенья. Пока-пока. Увидимся. До встречи. Пока-пока.